В студии прямого эфира Елена Елагина, исполнительный директор Пермской туристической гильдии. Здравствуйте, Елена Геннадьевна. Здравствуйте, Елена. Сегодня мы обсудим с вами, почему растут цены на турпутевке, а также вообще поговорим про отрасль туризма. Итак, я знаю, что недавно завершился Уральский конвент в Екатеринбурге, на котором вы также присутствовали, обсуждались, помимо прочих проблем турбизнеса, тема финансовой гарантии. Некий обеспечительный фонд, который должен обеспечить себе турагентство, то есть 10 миллионов рублей. Сумма немаленькая, и мы понимаем, что каким-то образом это отразится на них. И как это повлияет на цены на турпутевке? Когда эта сумма прозвучала, многие подумали, что это шутка, потому что это слишком большая сумма. Ну, представьте, пришли в лес лесники и вырубили абсолютно всю поросль. Оставили одни старые деревья, далеко стоящие друг от друга. Стало какой-то момент светло в лесу, а потом лес умрет, потому что молодой поросли нет, даже хороших деревьев. То есть это, конечно, процесс глобализации и лоббирование со стороны крупных игроков туристического рынка. Им, конечно, выгодно, чтобы остались одни сетевые турфирмы. Но в таком случае, это, понятно, даже не профессионалу, если останется очень мало турфирм, резко вырастет цена на путевку. И заграница будет нам только сниться большинству. Это и в том числе как отсутствие конкуренции, правильно? Совершенно верно. Вот сейчас на рынке все жалуются на недобросовестную конкуренцию из-за того, что каждая домохозяйка может этим заниматься после того, как лицензии отменили. То после этого будет просто отсутствие конкуренции, что тоже не есть хорошо. А что вообще происходит с туротраслью? Почему так происходит, что одна за другой фирмы закрываются? Вот почему? Как это можно объяснить? Во-первых, туротрасль была уже больна. И те же самые предложения на прошлом Уральском конвенте уже звучали. Внедрить лицензии, сделать страхование каждого туристического договора. Уже пытались что-то делать по этому поводу. А ситуация на Украине, само собой, резко изменила количество продаваемых путевок. То есть прогноз, который делали туроператоры, закупая рейсы в самолете, места в отелях, он совершенно не оправдался, он обрушился. Получилось даже так. Я вам приведу пример. Наша коллега собралась в отпуск, и когда она купила у крупного, между прочим, туроператора путевку, в последний момент он заявил, что условия изменились. То есть теперь из-за низкого спроса и рентабельности он повысил сроки, соответственно, изменилась цена. Как в таких случаях вообще поступать? Ну, надо понять, что сейчас всем на рынке тяжело. На туристическом рынке все пытаются в условиях падающего резко, лавинообразно падающего спроса надо остаться в живых. И поэтому происходят часто вот эти достыковки рейсов. Ну, надо просто иметь свою хорошую турфирму, надежную, проверенную, которая подскажет у нас, например, много опытных, которые уже по некоторым таким признакам могут забеспокоиться насчет того или иного туроператора. Ну, вот я знаю, некоторое время назад, ну, может быть, полгода назад говорили о белых и черных списках, которые якобы турфирм, которые должны появиться в Перми. И, собственно, этими занималась Пермская туристическая гильдия. Сейчас есть на сайте некий список добросовестных фирм. Означает ли это то, что эти фирмы, которые не вошли туда, с ними лучше не связываться? Или это что-то как-то иначе? Евгения, у нас и написано, что это ни в коем случае не означает деление на хороших и плохих. Это даже на сайте написано. Многие до сих пор не знают, я думаю, что об этом реестре. У нас уже больше 40, и каждый день этот список тихонечко пополняется. Очень скоро, пока мы ставим просто название, сайт не позволяет. Но через месяц у нас откроется новый сайт. И там при нажатии откроется полная декларация. В принципе, мы опередили даже законотворцев. В поправках о туризме написано «вести реестр турагентств». Мы это начали делать. То есть Пермский край опередил всех. Но это все равно ведь показатель для человека, который собирается в отпуск. Зайти и посмотреть. Да, я могу работать с этой фирмой, она есть в этом списке, и для него это какое-то значение нет. Нет, это не совсем так, Евгений. Он открывает декларацию и смотрит, когда открылась турфирма, сколько лет работает, сколько лет руководитель работает, как у них договоры, сколько человек, какие офисы, есть ли какие-то членства в организациях и так далее. Ну, я так понимаю, сами и фирмы должны быть заинтересованы в этом, чтобы репутационные какие-то риски уменьшить и в том числе привлечь клиентов, разве нет? Конечно. Хорошо. Тогда давайте с другой стороны посмотрим, как распознать туристическую фирму или агента, или оператора, который может оказаться недобросовестным. По каким признакам? Это уже сделал Пегас Туристик, например, отчасти. То есть турбизнес уже начал, еще до кризиса, какие-то меры свои внедрять. Вот Наталья Турстова, туроператор, она, например, внедряет уже страхование каждого договора от 5 до 7% от стоимости. То есть страховка от невыезда и так далее. Пегас Туристик, он стал, как-то потребовал больше сведений о тех, с кем он работает. И обязательным требованием было наличие офиса. Так вот, представьте, в Перми, в Екатеринбурге около 800 турфирм, а в Перми их, ну, около 600. На Дубльгиз где-то 400 с небольшим. Но в Пегас Туристик стоит 225 где-то, примерно так. То есть остальные работают на дому, у них нет офиса. А когда у человека нет офиса, он от вас просто скроется, его даже никак не привлечешь. Чем меньше сведений о нем, тем хуже для человека. То есть вот эти сведения, которые мы даем, это наиболее полные сведения в нашем списке. Они как раз и позволяют туристу легко выбрать свою турфирму. Ну, так или иначе, вот тот обеспечительный фонд, 10 миллионов, о котором говорит, может ведь заметно и проредить эти ряды, правильно? И там уже конкуренция, как говорится, уже играть роли никакой не будет, правильно? Это слишком. Это слишком. У Мрут, ну, я не знаю, процентов 80 турфирм. Ну, это не есть хорошо. Ну, Елена Геннадьевна, для нас главное, чтобы у туристов, у наших телезрителей, которые смотрят нашу сегодняшнюю программу, было ощущение, что отдых у них сложится благоприятно, спокойно и без всяких там задержек, правильно? Поэтому давайте пожелаем, чтобы у нас отрасль наконец-то встала на свои рельсы нужные и все-таки все было хорошо у нас. Спасибо, что пришли к нам в эфир и рассказали об этом.